добрый день меня зовут сергей ковалев я эксперт команды приключений и сегодня мы с вами поговорим о альпинистских узлах о узлах которые используются в горах безусловно узлы появились задолго до того как люди начали ходить в горы и конечно большую часть узлов придумали люди которые ходили в море то есть моряки мы просто приспособили к своим целям безусловно морские узлы но мы считаем и называемых альпинистскими узлами итак первый и самый главный альпинистский узел с помощью которого в принципе можно решить 90 процентов задач 99 процентов задач которые возникают перед человеком в альпинизме при работе с веревкой этот узел мы называем узлом проводника или восьмерка узел предназначен для соединения человека с веревкой поскольку веревка это у нас основное страховочное средство и нам необходимо человека присоединить к этой веревке когда-то давно веревку привязывали к самому человеку просто подмышки там за пояс или еще как-то но по мере того как люди начали ходить более крутые маршруты более сложные глубина возможного падения стало гораздо больше и привязываться узлом непосредственно к веревке стало травмоопасно и люди придумали страховочные системы страховочная система нам нужно просто для того чтобы комфортно висеть на веревке итак наша задача соединить конец веревки и нашу страховочную систему для этого мы вяжем узел узел называется восьмерка каким образом мы его вяжем мы складываем веревочку таким образом чтобы хвостик этой веревочки был чуть ниже нашего сантиметров на 10 и дальше после этого вот таким движением один оборот второй оборот и пропускаем в образовавшуюся петлю наш хвостик у нас получился узел с очень характерным рисунком его при правильный правильно завязанный узел правильно расправленный очень трудно спутать даже бросив на него мимолетный взгляд узел если он завязан правильно выглядит как цифра 8 какие здесь правила безопасности при завязывании этого узла во первых мы должны его хорошенько затянуть во вторых хвостик должен быть ну примерно 10 сантиметров более короткий хвост на новой веревке становится небезопасным дальше нам необходимо завязанный завязанный узел присоединить к нашей страховочной системе для этого мы можем использовать карабины при пристегивании страховочной системы карабины я рекомендую использовать карабины требующие для открытия три действия то есть этот карабин фирмы петсел необходимо сначала муфту поднять вверх провернуть ее в сторону и только после этого он откроется щелкивая этот карабин в узел мы должны присоединить его к страховочной системе правильно это делать вщелкивая вот в эту петельку на системе не стоит вщелкивать карабин в пояс в ножные лямки вот таким образом это категорически запрещено под мерам безопасности потому что во время срыва карабин здесь легко может заклиниться и рывок ваш придется не в этой плоскости которой карабин держит больше двух тонн а карабин попадет на нашу муфточку которая держит всего лишь 600 700 килограмм поэтому когда мы прищелкиваемся к страховочной системе мы щелкиваемся вот в эту петельку и лучше если для этого мы будем использовать два карабина поскольку никто не отменял дополнительную безопасность два карабина развернутых муфтами в разные стороны дают абсолютную надежность но во всей этой страховочной цепи которую мы только что с вами собрали веревка страховочная система и карабин ну пожалуй наверное самое слабое звено это карабин несмотря на то что он держит на разрушение когда все у нас происходит нормально больше двух тонн но всегда есть риск что беревка как-то не так ляжет карабин вы забыли застегнуть либо вы используете неправильные карабины поэтому если у нас предполагается возможность глубокого срыва лучше привязываться вот этим узлом непосредственно к страховочной системе каким образом привязаться узлом восьмерка к нашей страховочной системе для наглядности я сейчас покажу это вот таким образом мы развязываем существующий узел за наш хвостик распускаем распускаем и протягиваем его вот таким образом у нас получилось так называемая заготовка узла у нас хвостик и заготовка нашего узла восьмерки после этого образовавшийся хвостик мы уже продеваем не в наше колечко а продеваем дублируя это колечко в страховочную систему продев его полностью мы начинаем повторять все изгибы нашей веревки раз два три и собственно четыре после этого мы хорошенько затягиваем концы оба конца нашей веревочки оставляя хвостик длиной примерно 7 10 сантиметров и того мы привязались концом веревки к страховочной системе мы убрали из нашей страховочной цепи лишнее звено в виде карабинов от этого наша страховочная цепь стала более надежной какие задачи могут возникнуть возникнуть в альпинизме или просто в горах при работе с веревкой первую задачу мы рассмотрели мы привязали нашу веревку к страховочной системе иногда у нас возникает необходимость еще связать две веревки между собой да мы можем связать завязать две восьмерки и сощелкнуть их карабин и если вы не уверены или не умеете вязать никаких других узлов кроме восьмерки возможно вам так и стоит поступить но для связывания двух веревок существует узел который называется great white а достоинство этого узла в том что он не теряет прочности при завязывании он максимально ослабляет веревку как проверено на опыте практически все завязанные узлы ослабляют веревку примерно на 30 50 процентов вот узел гриппайн при связывании двух веревок практически ну ослабляет и и скажем по минимальной планки там примерно на 30 процентов каким образом мы вяжем этот узел я взял для наглядности две веревки разного цвета складываем два хвоста веревки которые нам необходимо связать между собой навстречу хвостиками друг другу и дальше после этого одним из хвостиков мы вяжем узел вокруг нашей оранжевой веревки мы вяжем синюю два оборота и продеваем хвостик узла в сторону длинного нашего оранжевого хвоста после этого мы берем наш оранжевый хвостик и делаем такие же два оборота продевая наш хвостик в противоположную сторону у нас получился два узелка завязанные оранжевой веревкой вокруг синий и синий вокруг оранжевый после этого мы просто затягиваем два наших узелка и у нас получается узел с таким характерным рисунком два крестика этот узел очень хорош когда нам необходимо связать две веревки даже разного диаметра надолго потому что при высоких нагрузках узел очень туго затягивается ну например мы используем его когда нам необходимо для верхней страховки просто связать 2 веревки узел практически не трется об скалу не разрушается и очень хорошо держит также мы используем этот узел когда нам необходимо связать дюльферную петлю спусковую и и оставить ее на стене. Этот узел прекрасно для этого подходит. С помощью двух узлов, которые мы с вами только что рассмотрели, с помощью нашего узла восьмерки и с помощью узла криплайн, мы можем решить практически все задачи, которые у нас возникают в горах. Мы можем закрепить конец веревки либо к страховочной системе, либо к какому-нибудь препятствию. Мы можем удлинить веревку, связав ее два конца с помощью узла криплайн. И у нас остается еще одна задача, которая часто возникает в горах. Нам необходимо либо подниматься по веревке, либо зафиксироваться на ней. Да, сейчас для этого придумана масса всевозможных железок. Но хорошо бы уметь использовать базовые техники, назовем это так. Итак, схватывающий узел. В процессе эволюции альфинизма возникла необходимость подниматься по закрепленной веревке. В ситуации, когда более подготовленный лидер прошел ключевое место маршрута и остальным участникам необходимо подняться по этой веревке, перенося рюкзаки, перенося снаряжение лидера. И до тех пор, пока не были придуманы жумары, использовался схватывающий узел. Правильнее сказать, что схватывающие узлы это целая группа узлов. Их основная особенность это способность затягиваться и фиксироваться на веревке. Мы используем как базовый узел пруссика. Каким образом он вяжется? Для завязывания этого узла необходимо иметь дополнительную веревку примерно на 30% тоньше основной веревки, на которой будем его завязывать. Иначе он не затянется. В нашем случае это шнур диаметром 7 мм. И мы завязываем его на веревке диаметром 10 мм. Каким образом? Мы складываем нашу петельку вдвое, чтобы у нас образовалась вот такая петля. Накладываем его на нашу веревку, основную веревку. И делаем 3 оборота вокруг нашей основной веревки, продевая хвостики внутрь нашей петелечки. Получается узел с очень характерным рисунком. Когда мы его расправили, выглядит он вот таким образом. Особенность узла пруссика, собственно, в его способности свободно скользить по веревке вверх и вниз, когда он не затянут, и в случае резкой нагрузки затянуться и зафиксировать человека. Для каких условий мы используем этот узел? Если нам есть необходимость организовать себе страховку вдоль перила, например, мы лезем по скале руками и ногами, используя зацепки, и наша страховочка идет через схватывающий узел, завязанный на перильной веревке. Либо, если у нас есть необходимость просто подниматься по закрепленной веревке, но при этом у нас нет зажима. Либо, если у нас есть необходимость спускаться по закрепленной веревке Организовав себе подстраховку в виде схватывающего узла Для этого узел трусика подходит практически идеально Хорошо затягивается, достаточно хорошо распускается И полностью выполняет свою функцию даже на мокрой, либо обледнелой веревке В принципе, когда мы совершаем восхождение в горах У нас существует всего лишь два процесса Мы либо идем к вершине, либо спускаемся с вершины То есть у нас есть два процесса подъем и спуск Мы можем осуществлять эти действия с помощью наших рук, ног А можем с помощью закрепленной веревки Как подниматься с помощью схватывающих узлов мы с вами рассмотрели Но иногда возникает необходимость спуститься по веревке Поскольку это всегда проще и безопаснее, чем спускаться лазанием, например Конечно, сейчас придумано десятки всевозможных железок для спуска по веревке Но рано или поздно в жизни каждого восходителя наступит момент, когда он потеряет свое спусковое устройство Померьте моему 35-летнему опыту И тут в ситуации спуска по крутому рельефу появляется совершенно незаменимый узел Мы называем его узлом УИАА или пожарным узлом Поскольку пожарники его использовали и используют сейчас для своих целей гораздо чаще, чем альфомисты Каким образом вяжется и используется этот узел? Мы складываем веревочку вот таким образом Вот таким колечком И вот так еще раз Вот так петелечка И вот так вот И вот в это место, где веревочки две сходятся Мы вщелкиваем наш карабинчик Вот таким образом Наша веревочка фиксирует на нашем карабине Наша веревочка сама зажимает себя при спуске Что мы можем делать с помощью этого узла? Мы можем осуществлять спуск Таким образом, как будто мы висим на полноценном спусковом устройстве Единственный недостаток этого узла Он очень крутит сильно веревку Ну и убивает ее в процессе спуски Поскольку торможение осуществляется трением веревки об веревку Но в аварийной ситуации этот узел совершенно незаменим для спуска Еще раз Показываю, каким образом его завязать для спуска Мы складываем веревочку вот таким колечком И вот в этой части, где у нас сошлись две веревочки Мы просто вщелкиваем его в наш карабинчик Где еще можно использовать этот узел? Ну, в принципе, поскольку он у нас заменяет наше спусковое устройство Он вполне может заменить и наше страховочное устройство Например, нам необходимо организовать нашим партнерам страховку, которые подходят к нам в верхнюю А мы, как уже я говорил, где-то посеяли свое страховочно-спусковое устройство И здесь мы совершенно спокойно можем заменить наши реверсы, либо любую другую железочку А нашим замечательным узлом УИА То есть вот в таком режиме он совершенно спокойно выполняет у нас функцию страховочного устройства Мы можем принимать нашего партнера В случае, если нам понадобится его опустить Мы можем точно так же его опускать парашютом Используя в качестве тормозного устройства наш замечательный узел УИА В принципе, в определенной ситуации, если нам уже ничего не остается делать Мы можем точно так же использовать его не только для верхней страховки Но и для нижней страховки нашего партнера Ну, если уж мы потеряли оба страховочного устройства То вполне можно использовать его для нижней страховки вашего партнера В процессе восхождения, кроме основных задач в виде подъема и спуска по веревке У нас еще возникает несколько таких вспомогательных, что ли, задач, промежуточных задач Первая из них – это встать на самостраховку Когда мы поднимаемся в двойки, мы очень часто не используем для самостраховки Каких-то дополнительного снаряжения, кроме нашей веревки И вот для того, чтобы организовать себе самостраховку на станции с помощью своей основной веревки Ну, очень хорошо подходит узел с тремя Каким образом это происходит? Мы вяжем этот узелок на своей основной веревке Вщелкиваем в него карабинчик и становимся на самостраховку В мастер-карабин, приготовленный за благовременно станции Какое достоинство этого узла? Во-первых, он не затягивается туго И когда нам понадобится уйти с нашей станции самостраховки Нам будет очень просто его развязать Просто выщелкнув из него карабин А второе достоинство этого узла под названием с тремя Это то, что когда мы находимся на самостраховке Мы можем регулировать долину своей самостраховки Не теряя самостраховки То есть узел позволяет регулировать долину своей самостраховки Оставаясь вщелкнутым в станцию Это очень удобно Если вам необходимо, например, удлинить свою самостраховку Вам нет необходимости выщелкнувся со станции И остаться без самостраховки Вы все время находитесь в этом узле на самостраховке Плюс, если вам есть необходимость закрепить вашу веревку для того, чтобы ваш партнер смог использовать ее в качестве перильной веревки, узел стремя тоже отлично для этого подходит. Вщелкнув веревочку как самостраховку, второй конец этой веревки можно использовать как перильную веревку в случае необходимости. Либо, если есть необходимость выбрать веревочку, вы можете выбрать всю свободную длину, завязав узел стремя, закрепить его на вашей станции в мастер-карабин для использования этой веревки в качестве перильной. Еще раз, каким образом завязывается наш узел стремя? Наша веревочка, неважно, конец, начало. Дальше мы делаем один оборот и второй оборот таким образом, чтобы веревочки, идущие вниз, находились с разных сторон нашей центральной веревочки. И после этого мы совмещаем их друг относительно друга. Естественно, этот узел можно завязать и одним концом, и двумя концами. Еще раз. Раз. Два. Легко вяжется, легко развязывается, не затягивается и позволяет, что особенно иногда бывает важно, на станции регулировать свою самостраховку, не теряя этой самостраховки. А в случае какой-то ситуации, ну, аварийной или вспомогательной, вы можете использовать узел стремя для того, чтобы встать на веревочке узле. Мы вяжем узел стремя и вставляем в него нашу ногу. И после этого вы можете встать и стоять в этом узле. Ну, например, вы просто устали висеть в системе на крутом участке. Сейчас мы рассмотрели с вами, ну, наверное, четыре основных узла, которые мы используем, можем использовать практически в любой ситуации. Это узел восьмерка, это узел гриппвайн, это узел схватывающий и это узел стремя. Но иногда возникает задача связать веревки таким образом, чтобы узел имел минимальный объем и минимальное сцепление с поверхностью. Когда мы спускаемся с вершины, альпинисты обычно продергивают веревку. Техника спуска с вершины, она осуществляется, весь спуск осуществляется на двойной веревке. То есть мы спускаемся с помощью какого-либо спускового приспособления на двойной веревке и дальше нам необходимо эту веревку продернуть за один из концов. А веревка продета, либо в веревочную, либо в металлическую петлю. И вот здесь, когда мы спускаемся на двух веревках, когда мы спускаемся на одной, мы просто продергиваем веревку так, чтобы середина оказалась здесь. Но, естественно, быстрее спускаться не по 25 метров, сложив 50-ку вдвое, а сразу на 50, имея две веревки по 50 метров. И вот здесь, в тот момент, когда мы продели нашу веревочку вдвое для спуска, для того, чтобы связать концы этой веревки, мы используем узел, который мы называем дубовым узлом. Это наше традиционное его название. Кажется, он очень просто. Это узелочек, который, собственно, более простого узла придумать трудно. Это просто один оборот наших двух веревок с нашими хвостиками. Вот этот узел мы используем практически исключительно для продергивания веревки. По опыту испытаний этот узел наименее склонен к заклиниванию во всяких неровностях рельефа, по которому нам приходится протягивать эту веревку. Почему? Ну, узел устроен таким образом, что когда мы его тянем, хвостики от него торчат вверх, а не лежат по скале. И, соответственно, та часть, которая он трется у нас по скале, она абсолютно практически идеально плоская. По опыту использования этот узел минимально застареет при продергивании веревки на спуске. А, какие особенности этого узла? Проблема в том, что этот узел начинает ползти, развязываться при нагрузке больше 300-400 кг. Ну, зависит от состояния и качества веревок. Поэтому, когда мы завязываем узел для продергивания, мы оставляем не традиционные наши 10 см, а 25-30 см, для того, чтобы если узел начнет распускаться, он не распустился весь. Это единственный его недостаток, этого узла. Поэтому мы не используем его для связывания веревок в любых других ситуациях. Этот узел используется только для связывания веревки при продергивании нашей веревочки через кольцо на спуске. И еще один вспомогательный узел. Мы называем эту группу узлов или этот узел контрольным узлом. Иногда, когда мы используем, например, очень новую веревку для привязывания к системе через восьмерку, лучше зафиксировать свободный конец. Да, узел восьмерка абсолютно надежный узел. Он не развязывается практически ни при каких условиях, если он туго затянут. А когда вы используете новую веревку, если вы, например, только достали ее из упаковки, она еще очень скользкая и довольно жесткая. Да, в процессе эксплуатации она станет такой немножко лохматой. И тогда узел развязываться практически перестанет. Но для новой веревки я настоятельно рекомендую использовать даже на восьмерке контрольный узел. Для этого мы оставляем хвостик веревочки чуть дальнейше, чем традиционные 7-10 сантиметров. И дальше можно завязать контрольный узел вот таким образом. Завязав один узелочек. В принципе, этого будет достаточно. Но гораздо надежнее и безопаснее сделать контрольный узел из половины гриппфайна. Сделать два оборота вокруг основной веревки и хвостик пропустить вниз. После этого затянуть вот такой узел, даже на восьмерке, в случае ее по какой-то причине развязывания, надежно защитит и обеспечит вашу безопасность даже при самых глубоких срывах. Продолжение следует...